Психологически стало намного жёстче. Намного жёстче. Я физически ощущаю, насколько опасность просто висит над головой и стоит за спиной. Мы никогда не жили, я за всю свою жизнь не жил внутри катастрофы. Я впервые живу внутри катастрофы. Действительно, может в любую минуту произойти что угодно, с кем угодно. Псковское общество, а очень маленькое, весь полгорода знают друг друга лично. И все это обсуждают. Этого никогда не было в истории нашей страны. Мы никогда не жили в такой ситуации. И политическое, и военное, и медийное. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жители Псковской области. По вашим откликам в социальных сетях, вижу, что новый формат многим интересен и помог дать ответы на ряд вопросов о текущих событиях в России и мире. То, что происходит на Украине, это безусловная трагедия. Но вина за нее целиком и полностью лежит на тех, кто десятилетиями поддерживал нацистов. Соединенным Штатам необходимо сделать все, чтобы превратить Украину во второй Афганистан. Трогательной и глубокой правильной акции, я считаю, письма детишек на передовую. Наши солдаты получают самые добрые пожелания победы и скорейшего возвращения домой. Мы русские, с нами правда, и мы вместе. А значит, победа будет за нами. Совершенно очевидно, что простого выхода из этой ситуации не будет уже никогда. Закончилась та Россия, которая была до 24 февраля. Все, ее больше не будет. По большому счету, закончилась Россия Путина. Я думаю, что практически у всех жителей России есть то, что их связывают с Украиной. Я служил в Советской армии, в Грузии, и моими сослуживцами были ребята, мои сверстники и люди младше меня, призванные на срочную службу из Украины. Командир воинской части, в которой я служил, это были ракетные войска сухопутных войск, передвижная ракетно-техническая база. Он украинец Иван Генсицкий. Он умер в прошлом году, в августе прошлого года. Это был выдающийся офицер. Его сын сейчас офицер вооруженных сил Украины. 27 марта 2014 года Псковско-областное собрание депутатов рассмотрело заявление областного собрания о ситуации на территории Украины и Крыма. Псковско-областное собрание депутатов большинством голосов поддержало присоединение Крыма к России. И поддержка возвращения Крыма означала поддержку завтрашней войны. И эта война неизбежно пришла. На этой войне оказались тысячи граждан России, военнослужащих, в том числе жители Псковской области. Девизия закрыта для общения, полностью закрыта. Даже отставные офицеры общаются очень осторожно. Они не владеют никакой полнотой информации. Скрываются от всех, от родных, от всех без исключения. Поскольку официальный министр обороны и командующий ВДВ заявили, что российских войск на территории Украины нет, они боевые действия не ведут. И самая страшная фраза, которая прозвучала, это фраза Шаманова о том, что 76-я десантно-штурмовая дивизия боевых потерь в Украине не понесла. У нас всегда спрашивают слушатели, а как вы докажете, что этот человек погиб на территории Украины? Члены семей однозначно знали, что это Украина. Но люди боялись об этом говорить. О том, что это Украина, я знаю не откуда-то, а от членов семей, тех людей, кто по счастью остался жив. Потому что те, у кого родные погибли, они в меньшей степени склонны вообще о чем-либо, с кем-либо говорить. Это был мой отчет депутата в одной из средних школ. Это было в классе, где сидело около 40 учителей, наверное, даже около 50. Я бывал раньше в этой школе, и я часть этих людей знал лично. И меня просто спросили, почему вы против присоединения Крыма? Я им сказал, я спросил, вы понимаете, что если случится Крым, то дальше будет война? У вас есть украинские корни? Люди, несколько людей подлили руку, у нас есть украинские корни. У вас есть дети призвинулась? Есть дети призвинулась? Вы готовы их послать на войну в Украину? И все, была полная тишина. Я готов вернуться в этот класс. Я готов вернуться в этот класс и поговорить с этими людьми. Я не знаю, в каком мне будет сейчас состоянии, потому что тогда было меньше страха. Сейчас уровень страха вырос предельным. Предельным. Компания Russian Fields, которая провела исследование о восприятии специальной военной операции, обнародовала цифру. 1650 ответов, согласившихся ответственным ответом, и 29 тысяч отказов. Вот это уровень страха. Уровень запрета на публичные политические высказывания напрямую конвертируется в страх. То есть эти 90% испугавшихся, это люди, которые понимают, что публичное высказывание о несогласии с властями чревато как минимум лишением свободы, а возможно, какими-то более серьезными последствиями. Митинг-концерт организован Центром поддержки молодежных инициатив совместно с Союзом десантников Псковской области. В акции участвуют люди разного возраста и с единой, очень четкой гражданской позицией. Я за президента, за Россию, за нашу армию. По-большому счету закончилась Россия Путина. Она может еще какое-то время существовать, может быть даже долгое время. Для этого есть материальные ресурсы, для этого есть возможности силовые, но закончились государственные возможности. Государство закончилось. Сейчас Россия Путина – это человек со всеми признаками тела, только кости переломаны. Внешне вроде как две ноги, две руки, голова, уши, что там еще есть у человека. А внутри ничего нет, скелет уничтожен. Примерно пятая часть общества говорит, это примерно, возможно, больше, о своем несогласии со спецоперацией и, соответственно, с Путиным. В пересчете на страну это 25 миллионов человек. Наша задача – собрать этих людей, всех тех, кто против специальной военной операции, против Путина и против такого катастрофического развития страны. Мы не должны их потерять, мы не должны их бросить, мы не должны уйти в тему. Я понимаю тех, кто уехал и уедет, особенно спасая детей. Я уважаю и принимаю ваш выбор. Пусть все сложится хорошо, где бы вы ни были. Начинайте новую жизнь. Я уважаю тех, кто остался. Сознательно или вынужденно нам будет очень трудно. Я понял, что у меня очень сильно меняется ближний круг общения. Часть моих очень близких знакомых, люди близких к нашей семье, моих друзей, уехали. Уехали очень быстро. Кто-то уехал чуть позже. Одна очень близкая моя семья уехала буквально несколько дней назад. И это сознательное решение будет. Я не могу покинуть отца, которому 93 года. И я не могу расстаться с женой. А жена не может расстаться с папой, в состоянии здоровья которого она поддерживает. Переехать все вместе мы тоже никуда не можем, потому что здесь наши корни. Папа родился в Пскове в 1929 году. Вот любое перемещение в пространстве, выход из вот этой родной, физически родной атмосферы, из этой квартиры, из этого города, куда он уезжал только на время эвакуации, во время Второй мировой войны. Но это просто сокращение жизни. Это немыслимое решение. Если уезжать, он здесь, я там. Это насколько, это навсегда. Я не хочу так расставаться. Есть еще важные обстоятельства. Они касаются работы. Есть команда. Команда Псковского яблока. В ней много людей. Даже неважно, в ней могло быть три человека. В ней на самом деле свыше 100 человек. Я понимаю свою ответственность за эту команду. Если капитан уезжает, то судно может не выпить. Сама история подсказывает нам. Не отчаивайтесь. Мы принимаем время, в котором оказались, и его зловещий вызов. Да, политические и общественные силы зла и добра сегодня не равны. Но это ничего не значит, кроме того, что мы сегодня в меньшинстве. Пока в меньшинстве. Мы люди, переживающие катастрофу. И наша возможность влиять на нее очень невелика. Мы можем поддерживать тех, кто рядом. Если мы высказываемся открыто и публично, можем поддерживать тех, кто нас видит и слышит. Но если мы можем делать хоть что-то, мы должны делать хоть что-то. Нельзя молчать. Нельзя бездействовать. Иначе катастрофы будет еще большей. Вот на это наше молчание и бездействие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok